Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Аэропорт, железнодорожный вокзал и промышленные предприятия. В Чувашии с рабочим визитом побывал президент РЖД Владимир Якунин. Гость из будущего. В Чебоксарах остановился инновационный поезд. Договоры на приобретение квартир. Продолжается застройка микрорайона Кувшинка. Сегодня в Чебоксаре прибыл президент российских железных дорог Владимир Якунин. График рабочего визита весьма насыщен. Первые встречи прошли уже с утра. Подробности в следующем материале. Главного железнодорожника страны с утра в аэропорту встречали глава Республики Михаил Игнатьев и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун. Владимир Якунин в Чувашию приезжал и раньше. А в этот раз руководители РЖД участвуют в девятой конференции объединения производителей железнодорожной техники. Она проходит в республике впервые. После встречи в Чебоксарском аэропорту Владимир Якунин и Михаил Игнатьев отправились на импровизированную выставку. Она расположилась прямо на площади железнодорожного вокзала. На площади выставили технику, которая может быть полезна железнодорожной отрасли. Причем некоторые разработки уже давно, впрочем, стоят на рельсах. Но производители предлагают и другие ноу-хау. Некоторых гостей заинтересовал вот такой автономный фургон. Внутри оборудована небольшая кухня и зеловой кабинет с креслами и столами. Эта техника сошла с конвейера недавно. Сейчас у нас тепло. Работает система железнодорожной обеспечения. Цистерны, бульдозеры, лаборатория на колесах, техника для ремонта путей – все это сегодня выставили на площади. Не исключено, что в ближайшее время в РЖД заключит контракт с производителями погрузчиков и тракторов для уборки территорий вокзалов. Это оборудование уже прошло все необходимые испытания. Правда, те, кто производит технику, жалуются на извечные проблемы. Сталкиваемся с такой проблемой, что российскую технику не покупают даже услуги, указанные темно. Еще один общий вопрос. Излишне жесткие требования при сертификации отечественных разработок. Причем зарубежные производители такую процедуру в стране не проходят. У нас, к сожалению, не очень регулирована нормативно-техническая база, и это вызывает обстреленные сложности в экспедировании на путешественной дороге. Хорошо, спасибо. Тут небольшое обратение к вам подготовили. В своем рабочем графике президент РЖД нашел время, чтобы встретиться с работниками железнодорожной отрасли и ответить на их вопросы. Правда, большая часть встречи прошла при закрытых для прессы дверях. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня Чебоксарский железнодорожный вокзал стал еще и выставочной площадкой. Посмотреть действительно было на что. Подробности у Юлии Вожениной. В Чувашию прибыл чудо-поезд, в котором жители республики могут попасть в прошлое и будущее российских железных дорог. Поезд-музей представляет собой передвижной выставочно-лекционный комплекс. В нем 8 вагонов, каждый из которых посвящен какому-либо инновационному проекту или компании, представляющей свои разработки. Здесь вообще представлена различная, в каждом вагоне своя тематика. То есть есть и скоростное движение, и подвижной состав. Также есть и инфраструктура российских железных дорог, обслуживание. То есть их также есть и космонавт, Челябинский метеорит у нас находится. Также имеются тренажеры, где показывается, как обучаются машинисты, либо водители на специальную технику, которая у нас ездит по железнодорожному платному. Горожане смогли увидеть уменьшенные копии железнодорожного терминала аэропорта «Адлер» и железнодорожного комплекса на космодроме «Байконур». А вот такую технологию железнодорожники используют сейчас особенно активно. И неудивительно, она позволяет до 80% сэкономить электроэнергию. Представляет она светодиодную матрицу, внедренную внутрь каркаса, обтянутую снаружи высококачественным текстилем. То есть на данном стенде мы можем с вами как видеть, так и управлять светильниками GB до 16,5 миллионов различных насыщенных и ярких оттенков цветов спектра. Большинство этой системы устанавливается в офисах. Для проведения пресс-конференции, для собеседования, для рабочего персонала. В широком смысле экспозиция комплекса – это история инноваций на транспорте. 34 макета подвижного состава и сопутствующие инфраструктуры демонстрируют эволюцию железнодорожной техники. От паровоза Черепановых до наших дней. Особый интерес вызывают действующие тренажеры. Любой желающий может побывать в кабине машиниста. Кстати, сейчас я нахожусь в электропоиске «Ласточка». От Калининграда до Владивостока. За три года своего существования поезд будущего уже проехался по всей России. Не в первый раз он приезжает и в Чебоксары. Этот выставочный комплекс полезен как для обычных граждан, так и для железнодорожников. Так как он развивает культуру и понятия о железнодорожном транспорте, о инновациях, новинках, которые внедряются в железнодорожном транспорте. Все очень понравилось, интересно. Выставка сделана на хорошем профессиональном уровне. Экскурсоводы, которые знают свое дело очень хорошо. Прослушав, можно понять, о чем идет речь даже непосвященному человеку. Это приятно, что в Чебоксары познакомились с такой, как говорится, техникой. В столице Чувашии чудо-пояс пробудет три дня. Так что у вас еще есть возможность заглянуть в будущее. Юлия Важенин, Андрей Спиридонов, Республика. В Доме правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с президентом РЖД Владимиром Якуниным состояние дел на железнодорожных предприятиях Республики. Перевозки железнодорожным транспортом в Республике осуществляются на должном уровне. Повышается безопасность и качество услуг. Третий по величине город Чувашия – Канаш, в жизни которого железная дорога занимает особое место, выдержал серьезный правительственный экзамен. И в 2015 году по программе поддержки моногородов на развитие его территории будут направлены федеральные средства. Также на встрече Михаил Игнатьев отметил необходимость дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества предприятия Чувашии с компанией РЖД. Владимир Якунин, в свою очередь, подчеркнул, что продукция предприятия Элара превосходит многие зарубежные аналоги, а некоторые виды изделий просто уникальны. На 9-ю региональную конференцию некоммерческого партнерства объединения производителей железнодорожной техники съехались 170 компаний из 34 субъектов России. Общий объем производства всех предприятий партнерства почти 400 миллиардов рублей. Это 90% всей железнодорожной продукции страны. Местом проведения конференции был выбран научно-производственный комплекс Элара. С 2006 года на заводе появилось направление железнодорожной техники. Сегодня в цехах производят бортовые системы управления, станционную и перегонную автоматику для тепловозов и электропоездов не только нашей страны. Все операции автоматизированы. Здесь участие человека минимальное, но за счет этого достигаются такие высокие показатели по качеству и безотказности. И все эти технологии мы применяем при производстве изделий железнодорожного направления. Чуваша известна во всем мире как регион, в котором сосредоточены ведущие предприятия электротехнической отрасли. Продукция Бреслера, Элары, Экры неизменно пользуется большим спросом. Я бы в плане хотел отметить еще и активную позицию руководства республики. О том, что оно... Я впервые это услышал в Москве на разных выставочных мероприятиях, когда руководство республики ходило и так активно представляло свои возможности региона. И это было, на самом деле, достаточно давно. Это пять лет назад впервые начиналось. И сегодня есть уже конкретный результат. У Чувашии многолетнее взаимовыгодное партнерство с российскими железными дорогами. Пять лет назад Михаилом Игнатьевым и Владимиром Якуниным было подписано соглашение. За это время в два раза увеличилось количество организаций республики, сотрудничающих с РЖД. А объем отгруженной продукции вырос на 15-20%. Всего в республике 26 промышленных предприятий производят продукции железнодорожной тематики для структурных подразделений акционерного общества российские железные дороги и сотрудничают с ними на взаимовыгодной основе. В среднем год с Чувашскими товаропроизводителями отгружаются железнодорожные продукции на 15 миллиардов рублей. И этот показатель в динамике ежегодно растет. На обеспечение деятельности российских железных дорог работают 19 отраслей экономики. За 2014 год компания перечислила в бюджет страны 255 миллиардов рублей налоговых отчислений. Тем не менее, Владимир Якунин отметил, что в 2015 году стране придется столкнуться с серьезными сложностями из-за замедления темпов экономического роста во всем мире. Несмотря на то, что в РЖД на импорт приходится всего 4%, компания продолжает искать пути выхода из данной ситуации. Главным считаем импортозамещение программных продуктов. Переход на программные продукты написаны российскими программистами, российскими специалистами. И нами скоро будет утверждена программа перехода систем управления на российскую программную базу до 2017 года, так называемое открытое программное обеспечение. У нас очень большие проекты с нашими итальянскими коллегами по этому поводу, с зарубежными коллегами и российскими предприятиями. В условиях кризиса встал вопрос и об инвестиционном проекте строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Возможно ли, что проект отсрочит или подкорректирует из-за недостатка средств? На сегодняшний день есть распоряжение Дмитрия Анатольевича о выделении средств на проектно-изыскательские работы. Мы очень рассчитываем, что никакие потуги, все-таки найти способ и торпедировать это указание, не окажутся успешными, и мы тогда в сентябре следующего года представим проект развития ВСМ уже в соответствующих проектах документов. Если это произойдет, то в сентябре закончим проектно-изыскательские работы, после этого 4 года на строительство. До 2018 года гарантируем, что построим высокоскоростной участок до Владимира и от Владимира до Нижнего Новгорода. Также на конференции был подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве между предприятиями Объединения производителей железнодорожной техники и РЖД. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Тесное сотрудничество связывает РЖД не только с ИЛАРой, но и другими предприятиями Чувашия. Владимир Якунин и Михаил Игнатьев побывали также на производстве микропроцессорных устройств и ознакомились с новыми линиями по выпуску спецодежды и обуви. Предприятие ЭКР в партнерах РЖД числится с 2000 года. Точнее, не просто числится. За это время всем структурным подразделениям поставлено оборудование для 100 с лишним тяговых подстанций. ЭКР участвовало в ремонте и реконструкции Забайкальской, Восточно-Сибирской, Кавказской железных дорог и других крупных проектах. Только в прошлом году железнодорожникам отгружена продукция на сумму свыше 30 миллионов рублей. Одна из актуальнейших тем импортозамещения. С некоторых пор рабочие специалисты РЖД щеголяют в обуви от чувашских производителей. На Чебоксарском предприятии Яхтин главному железнодорожнику продемонстрировали автоматизированные линии конструирования, раскроя, прилива полиуретановых и резиновых подошв разной плотности. Я знаю продукцию этого завода, лично опробовал ее. И могу сказать, что то, что мы сейчас увидели с точки зрения технологии производства, это, конечно, уже совершенно другое производство. Я помню, еще в Питере ходил на Скороход, смотрел совместное производство с Аламандрой, там другая продукция была, другая продукция. Но вот то, что сегодня делается в виде рабочей одежды, я считаю, что, в общем, честно говоря, не грех продавать и в магазинах, просто в магазинах. Сегодня Яхтин готов расширить поставки и предложить обувь, которая, в отличие от канадских и голландских образцов, сделана из натуральных материалов, выдерживает совершенно иную температурную нагрузку, при этом в 2-3 раза дешевле. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. На сайте газеты «Известия» опубликован восьмой рейтинг губернаторов, подготовленный Фондом развития гражданского общества. Руководители субъектов, согласно исследованию, входят в 4 группы. Очень высокий рейтинг, высокий рейтинг, средний и низкий. Улучшил свои позиции глава Чувашии Михаил Игнатьев, который перешел в группу руководителей с высоким рейтингом. Благодаря социально-экономической стабильности, в частности, усилению контроля на потребительском рынке с целью сдерживания роста цен на значимые товары. Конец цитаты. Как отмечают авторы исследования, большую роль в рейтинге играют результаты экономической политики, информации о фактах коррупции и расточительности чиновников, а также социальное самочувствие населения в регионах. 2015 год станет завершающим для программы модернизации региональной системы дошкольного образования. Ее главный ожидаемый результат – отсутствие очередей в детсадах для детей старше трех лет. На сегодня прогнозы положительные, однако в прошлые годы реализация программы не обходилась без подводных камней. За четыре года в Чувашии были введены в строй около 20 тысяч дополнительных мест в детских садах. Причем каждое третье место создано за счет нового строительства или реконструкции. Только за 2014 год открыли свои двери 15 дошкольных учреждений вместо 14 запланированных. Такие темпы уже давно не были свойственны нашему региону. Понятно, что возникали неожиданные преграды в лице недобросовестных подрядчиков. Компаниям «Парнас» и «Мера» республика больше не готова доверить строительство социально значимых объектов. В начале проекта, конечно, это были сырые проекты, и в том числе и неготовность наших строителей возводить эти объекты. Их потенциала не хватало. На эту стройку приходили строители, которые не готовы были по своим возможностям эти объекты вытащить. И вот эти, конечно, недобросовестные, как мы говорим, подрядчики не смогли поставленной задачей справиться. У них не хватало и ресурсов, я имею в виду и кадровых, и финансовых ресурсов. И возникали очень серьезные сложности, как у муниципалитетов, так и у руководства республики. Постепенно мы набирали опыт, хорошие детские сады мы начали тиражировать. Допустим, Цивельский детский сад у нас в трех местах уже как бы растиражирован, построен. И мы начали строить объекты, которые наиболее показали себя эффективно. Некоторые объекты все же были сданы несколько позже срока. С теми, кто так и не почувствовал временных рамок, разговор был короткий. Благодаря жестким мерам со стороны правительства и почти тотальному мониторингу ситуации, в 2014 году удалось завершить четыре долгостроя в Чебоксарском и Маргаушском районах. В поселке Когесе новый детский сад ждали четыре года. Рядом с ним уже вырос целый микрорайон. Изначально, когда я родила двойняшек, я уже знала, что мы пойдем в новый садик, потому что он будет нам самым близким, и другие варианты мы абсолютно не рассматривали. Наталье не только повезло жить поблизости, но и отдать своих детей в сад в два с половиной года. Раньше у жителей поселка такой возможности не было. Места получали только после трех лет. Он современный, большой, светлый, такой позитивный, цветной, яркий, красивый. Много здесь удобств для детей, игрушек, мебель красивая. Все хорошо, нам очень нравится. Детский сад по улице Богдана Хмельницкого удалось возвести всего за четыре месяца и сдать раньше срока. В 2015 году планируется завершить уже начатые объекты в Ядринском, Маргаушском районах, Шумерле, Новочебоксарске, Чебоксарах. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Продолжается строительство многоквартирных домов в столичном микрорайоне Кувшинка. Именно в нем жители так называемого Шанхая должны бесплатно получить квартиры взамен когда-то построенных домов. Снос стихийно возникшего района застройщик взял на себя. Однако все проблемы решить пока не удалось. Прийти к общему решению, которое удовлетворило бы обе стороны застройщика и жителей, задача не из легких. Взамен на снос любого дома предлагается однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров в 10-й позиции нового микрорайона. Стоимостью примерно в полтора миллиона рублей. Работа идет тяжело, действительно тяжело, поскольку есть те, кто согласен переезжать в предлагаемое вновь строящееся жилье, есть те, кто категорически не согласен. У каждого жителя своя история по большому счету. Есть дома засыпушки малогабаритные, есть действительно большие двух-трехэтажные дома по 150-200 квадратов. И, конечно же, у всех разные пожелания. На первом этапе планируется заключить 90 договоров в течение первого квартала этого года. Начало уже положено. 22 договора до любого участия уже оформляются в рекпалате. Я вышла в детдоме, мне предложили квартиру, я согласилась. Для меня жалко, но детям дальше жить надо. И они вряд ли захотят в этом доме, в котором я жила. У них дети, внуки уже, им надо благоустроенный, более теплый, уютный дом. Десять домов уже снесены. Территории готовы к застройке. Окончательное расселение жителей запланировано на конец 2016 года. Одновременно со сносом строители работают и над водоотводным каналом для реки Малая Кувшинка. Протяженность этой речки где-то полторы тысячи погонных метров. В этом году мы планируем застройку, одевание речки до около 200 метров. Выполняется дренаж и сверху вот этого тетради, вот вы видите, насыпка грунта планируется до 9 метров. После выполненных работ поверх Малой Кувшинки можно смело возводить многоэтажные дома, строить дороги и детские площадки. Что и будет сделано. Микрорайон будет одним из самых благоустроенных в городе. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Что изменится в лесном хозяйстве страны в условиях непростой экономической ситуации. И как отрасль завершила минувший год. Об этом шла речь на расширенном совещании в Нижнем Новгороде. В заседании принял участие и министр природных ресурсов Чуваши Иван Исаев. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Уже сейчас понятно, что непростая ситуация в экономике отразится и на лесной отрасли. В федеральном агентстве начали разрабатывать постепенный план выхода из кризиса. В правительстве страны рассматривают важный для лесного бизнеса законопроект. Предпринимателям планируют позволить заготавливать древесину по договорам купли-продажи. Необходимо задуматься и об оптимизации структур. На сегодняшний момент, если мы посмотрим внимательно на то, как работают структуры, которые осуществляют исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, более 70% всех субвенций идет на содержание органов управления. И только около 30% тратится непосредственно на выполнение лесохозяйственных мероприятий. Для регионов по-прежнему актуальной остается проблема восстановления горельников. К примеру, в Нижегородской области в этом году планируют очистить более 7 тысяч гектаров. Лесные пожары пятилетней давности причинили этому региону серьезный урон. Готовятся семена. Мы не только расчищаем, но и сажаем новые деревья, саженцы, которые потом, через какое-то время, станут таким же могучим лесом. Ну и не только важно посадить. Здесь еще в связи с тем, что в основе своей лес горит от того, что человек неправильно себя ведет, большая разъяснительная работа нужна. В Чувашской республике эта работа была проведена на отлично. Такую оценку властям региона поставил руководитель федерального агентства. В прошлом году чувашские леса пополнились новыми саженцами. Благодаря серьезной профилактической работе произошло только три пожара. В Чувашской республике в целом картина достаточно стабильная. Были определенные достижения, на которые обращал в своем выступлении внимания директора департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу. В частности, наиболее положительные моменты, связанные с исполнением полномочий в 2014 году, были связаны с эффективной организацией охраны лесов от пожара. Вообще, за последние годы в республике для лесопожарной службы закупили более 50 новых машин. Регион обеспечивает себя полностью и посадочным материалом. Только в прошлом году в лесных питомниках было выращено более 8 миллионов сеянцев. Посадочный материал Чувашской республики выращивается в 13 питомниках. На сегодня мы убрали 86% погибших лесных насаждений. Восстановили леса на площади 2397 гектаров или 35%. Республика в числе, опять же, лучших по объему. Более 80% горельников уже вычищено. И на большей части посажены новые лесные насаждения. Питомнический ресурс питомников здесь нормальный. То есть посадочный материал используется и популярен и в Чувашии. То есть самообеспеченность посадочным материалом достигнута. И, кроме того, есть возможность реализовать на сторону. Обеспечение пожарной безопасности в лесах и проведение надлежащей профилактики – приоритеты этого года. Более подробно о будущем отрасли речь пойдет уже на Всероссийском совете. Бумажные китайские фонарики в последнее время набирают популярность. Однако в населенных пунктах их использовать нельзя, напоминают в МЧС. Нетрудно предположить, что в День Святого Валентина найдется немало романтически настроенных пар, желающих запустить в небо горящий фонарик – знак необыкновенной любви. И мало кто задумывается, что они могут стать источником необыкновенных неприятностей. Неофициальных случаев достаточно много, потому что люди, которые запускают, иногда проявляют бдительность. И все-таки, когда упадет китайский фонарик, они пытаются его затушить. Но это бывает не всегда. Бывают случаи, когда они могут упасть на балкон, жилой дом, сухую траву, ну и лесные насаждения. Риск настолько велик, что за использование этих изделий территорий населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. На граждан от 1000 рублей до 2000, на должностных лиц от 6 до 15. Если в отношении юридических лиц, то этот штраф от 150 тысяч до 200 тысяч. В некоторых случаях к нарушителям могут применить и Уголовный кодекс. Поэтому стоит заранее найти менее пожароопасные способы показать свои чувства. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах завершился республиканский этап «Золотой шайбы». Определены те, кто представит Чувашию на всероссийских соревнованиях среди сельских команд. Сейчас в Приволжском федеральном округе большое внимание уделяется развитию детского и юношеского хоккея. Поэтому результаты должны быть лучше с каждым годом. Всего в республиканской «Золотой шайбы» приняло участие около 60 команд. Но в числе лучших оказались игроки Батаревского, Канажского, Ядринского районов и города Чебоксары. Именно они боролись за места на пьедестале и были настроены по-боевому. Мы ждем и от соперника хорошую игру, мы тоже покажем хорошую игру и мы настроены только на победу. В игре между Ядринским Рубином и Чебоксарским Спартаком безоговорочную победу одержали спортсмены в синем. Родные стены столичной команде не помогли. Напряженная игра была и между Батаревским Олимпом и безоговорочным лидером соревнований Канажским гранитом. Именно эта схватка определила исход «Золотой шайбы». В финальный счет 5-0 хоккеистам Олимпа не удалось забросить ни единой шайбы в ворота соперника. Поэтому команде Батаревского района пришлось довольствоваться третьим местом, а победа подарила бы второе. Неудачная игра дорого обошлась Олимпу. Путевку на всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд получили только золотые и серебряные медалисты. Поэтому с 16 по 25 февраля в Нижегородскую область отстаивать честь нашей республики отправятся юные хоккеисты Канажского и Ядринского районов. Чувства переполняют. Ребята молодцы. Выполнили все, что от них просили. Выиграли медали. Получили ценные подарки, призы. Наградить юных хоккеистов прибыл главный федеральный инспектор Почувашской республики Геннадий Федоров и принес приятную новость. В 2015 году на развитие детско-юношеского хоккея в Приволжском федеральном округе спонсоры выделили 26 миллионов рублей. По указу полпреда Михаила Бабича на эти средства ежегодно будут возводиться по одной ледовой площадке в каждом регионе ПФО. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. В свой 94-й день рождения Чувашский национальный музей проводит День открытых дверей. 12 февраля музеи и его филиалы распахнут свои двери для всех желающих. Жители города смогут посетить тематические выставки и различные экспозиции. В рамках Дня открытых дверей будут работать Национальный музей, Музейно-выставочный центр, Музей Михаила Сеспеля и Литературный музей имени Константина Иванова. Двери будут открыты с 10 до 17 часов. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова